всем привет дорогие друзья и другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня есть маленькое изменение первое и такое кардинальное видео шторки нет может быть она не будет отсвечивать скажите как вам вообще так лучше не лучше второе вы уже наверняка посмотрели предыдущее видео из коего вы в курсе что сейчас предстоит не одна неделя потому что за одну неделю только это все это не испытать испытаний дабы все это запустить производства сатанком калибре а потому прежде чем броситься с головой во все эти тяжкие хотела бы что-то для себя сделать и для души поэтому сегодня будет бритье для души те предметы которые я выбрал на эту роль сейчас вы видите на крупном плане смотрите я начинаю догоняйте ну вот дорогие друзья это весь мой джентльменский набор на сегодня чтобы дать душе развернуться потом работать 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 клинок этот клинок у меня с канала разор шарпа константина с которым сожалению мы перестали общаться по непонятным для меня причинам но в любом случае я сохранил хорошее впечатление об этом человеке и вот это прямое тому подтверждение то есть клинок добрый добрый ребята и на сегодняшний день на его самая любимая моя бритва точный год и и не могу сказать так технически характеристики сейчас вы наверняка где-то здесь увидели на экране но как объяснил константин свое время это бритва точно до 68 года а вот с какого тут ребята хз потому что очень долгий промежуток времени ставилась эта аббревиатура sd сиджи на бритвы и и может быть как и 50 так и 70 так и 100 лет но факт остается фактом этот клинок до сих пор в работе и чувствует себя великолепно последний раз он затачивался дмитрием платахиным бывший барнаула теперь уже с новосибирска он переехал по выборке как вы видите почти клин ручка не родная константин говорит что он ее поменял потому что по приезду к нему она имела очень-очень такой плачевный вид и он взял на себя смелость ее переставить выборка почти клин вот обратите внимание нравится нравится как инструмент работает пускай она имеет довольно таки такой потасканный вид но в работе ребята это чудесно чудесная бритва и она способна радовать так опачки вот даже вот смотрите кости ручку хорошо смотрите как дело так молодец молодец было мыло это спасибо меценату нашего канала дмитрий платахи на димыч как всегда блин отличился диар джонс это не что иное как произведение от компании которые находятся в вагае мы как-то жили вагае на протяжении полутора лет в городе талида это же из города кливленд это южнее талида пускай не намного но тем не менее неподалеку от большого городка колумбус по идее как кливленд вот где живет этот человек который производит это и не город и не деревня это что такое маленькое приходилось бывать таких местах ребята там классно хорошо тем более неподалеку большое озеро эри так что если человек начинает делать хорошие вещи я ни капли не удивлен потому что там сама природа к этому располагает мыло веганское вот эта компания сама по себе производит очень много всего для мужчин это и помада и авто шеевые пришей вы том числе и мыло у них фишка работать по веганскому направлению и как они говорят это очень высокое качество и прямо не там прям вообще все из себя такие чтобы это качество держать проверим посмотрим но судя по тому какая сеть магазинов у них развернута это очень даже похоже на правду потому что только по америке по канаде у них турова куча магазинов плюс даже есть один в эстонии в городе таллин вот мыло по запаху ребята я затрудняюсь его описать потому что это это вот такой вот запах это и смесь чистого белья это и смесь барбар шапа это вот представьте вот есть прачечная да с этой прачечной только что взяли чистая благоухающие а там вот особым таким запахом белье и принесли в барбар шап где дяденька седой фартуки только что побрился и набрызгал клиента вот так вот как-то пахнет это просто просто шо пипец очень такой вкусный очень интересный запах мыло твердое но тем не менее смотрите вот так пальцем можно прожать хоть стоять маруська закрываем обратно и сегодня этим мылом побреемся помогать нам будет старый добрый проверенный товарищ который благодаря многим людям с канала в клей мне записан в хомяки наряду с и можем 1305 хочу его сегодня пустить обратно на обзор вдруг он переболел вдруг он опять начал работать кто же это такой волосик 404 братья мои это метис он наполовину у нас барсучок наполовину у нас кабанчик и как заверяет компания он берет и оттуда и отсюда в нормальной форме он пропеллер насколько я понимаю потому что вот то что вы сейчас видите этот полу бокс это я его уже парикмахера подстриг пытался сделать с него такую площадку чтоб на лице было лучше работать ни одну воду ни один килограмм дефирамбов спел я этому по мазку потому что когда он не хомячил это было великолепное изделие но после того как стал подхомячивать ну он сильно хуже не стал просто на чуточку больше мыло тратить вот и все переболел не переболел вот сегодня ребята и узнаем но за свои 12 фунтов стерлингов вместе с налогами это фантасмагорическое изделие ссылку я оставлю его на тот магазин где его брал а брал я его у нанесили сом но найти вы можете его и в других магазинах вполне себе поэтому вот как то так вот с ним будем сегодня работать и кстати узел 23 миллиметра фасовка 52 на 53 но полностью симметричный ну а ручка под слоновой кости с пластиком но это как англичане и хлебом не кормить да и вот такие ручки поделать вот ты тут собственно он не избежал вот этой участи ну а когда для души я думаю вы уже заранее знали что я выберу я выберу дежавюху не так часто она бывает но тем не менее оставил я себе флакончик в 300 миллилитров с грушей такой чтобы как залить залить и шары и морду и все на свете и так мордой в песок и прям чтоб хорошо вот это вот это мне и позволит все это есть есть магазине 100 миллилитров и 300 миллилитров ссылка будет в описании под видео наверняка где-то скриншот здесь пробежит нравится работать с грушей и по кайфу один только маленькие недоразумений вот те пулевизаторы которые существуют не до конца видать совпадают с той резьбой которая есть на баллоне и время от времени все-таки тут какая-то капля нет нет да зараза пробежит не критично не прям никакой трагедии но тем не менее эта история один-в-один как у меня было с флойдом потому что когда я вот накрутил флойд и понес его на комплекс первый раз вот снимать обзор самый-самый первый когда это еще вот но сколько лет назад было и бросил дуру в пакет и пока донес меня половина флойд это ляля и все и пролилось но вот здесь вот похоже это болячка этих пулевизаторов и этих баллонов а баллон здесь практически как у флойда но все чё разговоры разговаривать пойдем бриться красотой ведь жестяная баночка диар джонс молодцы конечно такие баночки я не видел по цвету таких баночек не видел но что до фактуры но были уже жестяные банки не менее не раз по угасов и еще у кого-то веганское мыло не просто сделать хорошие веганское мыло жировое легче но не все любят жировое поэтому ну и не дешево но опять же поэтому сделать хорошие веганское мыло это на мой взгляд честь и хвала тем людям кому это удается запах запах отдельная история сейчас я наверно еще не раз к нему вернусь а пока давайте сделаем пришейф заберем помазок ну смысле мыло в помазок и пошли бриться ну как раньше делал наверно так и сейчас сделаю пришейф прямо из мыла немного водички здесь сейчас на колтыхаю и пустим это на пришейф задним смочим мыло чтобы потом легче его было набирать чуть-чуть помутнело но кардинальных каких-то изменений я не вижу по лицу по лицу фактуру я чувствовал что расходится но знаете каких-то мыльных пузырей вы не видите сейчас так на словах скажу я не заметил помазок замачивать не стал просто намочил вот так вот уберу лишнее давайте заберем я знаю что для тех помазков которые хомячат некоторые ребята используют технологию долгого замачивания там на 3 4 5 минут вот я решил ему дать такой шанс 7 движений 8 9 10 раз ну вот посмотрите результат для 50 движений ни много ни мало я бы сказал средний ну а что будет дальше сейчас мы на лице и увидим мыло так шикарно пахнет вы знаете но я бы очень хотел у меня вот вот так пахло в ванной комнате все таки от чего-то такого знаете от нашего вот от этого там больше запах допустим спальне но нет лучше для ванной комнаты это был бы шикарный запах и так наносим но то что я вижу я бы сказал неплохо даже выше среднего переплюнули все это мыло из предыдущих обзоров норвежцев и французов посмотрим посмотрим но по запаху вещь по запаху уже вот в моем списке тырт отложилось стоит обратить внимание получилось несколько более густо гуще чем я привык но я уже не тот который был полгода назад поэтому думаю справлюсь со всем этим так салфеточку забыл взять вот сейчас она у меня будет на подхвате француженка песня души моей ну поехали красотка а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну понятно, почти клин, но просто пена уходит, щетина уходит и все А я как-то с тряпочкой приспособился, вполне себе нормально Ну, пробовал субтитры DimaTorzok Но что-то как-то с тряпочкой удобнее Вначале в воде вот так вот скултыхнул, а потом тряпочкой раз снял и все Добавил субтитры DimaTorzok Значит, может быть и куца, но первый раз попробовал и вроде бы получилось Смысл на радиусе нужно пройти, а чтобы не поддавливать рукой, ты поставил и в этот момент вот так Кожу относительно лезвия просто подвигаешь и вроде работает Итак, первый проход завершен, но не могу, не могу я как-то, Олег, брить или не брить, чтобы все было чистенько Вот он прошел проход, и у него все лицо, пятнышко, спичной головки белые не найдете Ну, а вот видите, вот так, ну, как умею, что, буду учиться Ну, как для первого прохода неплохо Ну, вот уже чувствуется, что мыла маловато по маске Нет, на второй цех разно хватит, вот хватит ли на третий вопрос, это посмотрим Но, тем не менее, в работе в Уфикс, он есть в Уфикс, то есть, ну, своих 12 фунтов стерлингов он отрабатывает Та щенячья юношеская эйфория, которая у меня была поначалу, первый год-полтора-два от этого помазка, естественно, она уже прошла Ну, я взрослел, другие вещи начинал уже в руках держать, но все равно что-то осталось Что-то осталось, знаете, как вот, ну, как старого друга встретил, что-то такое вот Так, еще водички маленькой возьму И даже, и даже, несмотря на то, что он все-таки подхомячивает Во-первых, я не теряю надежу, что ровно или поздно его это за... Устанет он это делать И начнет нормально работать Во-вторых, ну, даже если он это делает Его личных, персональных качеств, когда он вот это вот все тын-тынь Но это не отменяет Маленький, удобный, узел 23 в диаметре Высота ручки 52, стола 53, ну, практически равнобедренный Хоть туда, хоть туда, ну, что, нормально все, все хорошо И потом аккумуляет Продолжение следует... 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 Я и был не прав, смотрите мыло до последнего тянет, да чуть подсыхает, но скорее всего к нему нужно по балансу воды привыкать Но оно работает в другом диапазоне, нежели я ему дал, водички надо было чуть побольше Ну сами посмотрите, даже несмотря на полное расстояние растительницы на лице после двух проходов, тем не менее фактура пены такова, что шкурка-то не просвечивает Это уже говорит Как бы подобраться так к этим местам? Субтитры сделал DimaTorzok Нет, так все равно не получится, ну ладно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну вот как есть так есть компресс авто шейф и все пока не пошли дальше вот все что у нас осталось после 50 оборотов по мазке ну по идее но еще один проход и все но вода вода ладно заключительном слове пока отработал сейчас сидел анализировал вещи которые радуют есть вещи которые а есть не радует нифига вот сейчас об этом и попытаюсь с вами поговорить само бритье интересно как прошло сейчас все это дело прошутаем ну шея покраснела конечно не не как-то там критично как я иногда даже тэшка разносил но все равно покраснело да и брить и это чувствовать ну мои любимые места практики мало все никак не найду подход к этим дурацким зонам ну ничего разберусь побрился великолепно ну скажем так на 4,9 все-таки вот это вот одна десятая которая вот здесь вот иногда попадаются вот здесь можно было бы еще раз пройти здесь естественно а вот там где все-таки по человеческий прошел но там душа поелок там хорошо ну и зашлифуем мать его через коромысла ребята вот когда ведь зайчики из глазов радуга там то сё хоббиты на воздушных шариках блин ой ну вот сейчас такое было может я сильно зажмурился просто хорошо ребят дежавю это дежавю кто еще не пробовал найдете в себе силы возьмите пробник за 100 рублей попробуйте потом принимайте решение брать не брать большое потому что лично для меня это просто бомба самая обыкновенная бомба ребята уже говорили что во всем мире есть еще по моему один или два образца которые пахнут нечто подобное но все равно это другое оба по моему из европы вообще ничего нет оба по моему из америки ну там сосны двух видов там то есть все у них свое видение вот этого всего продукта на мой взгляд вот автору этой композиции максимально близко удалось подойти к нашему новому году несмотря что первоначальных посылок там было что-то даже там мэри крисма зацепить нет нет вот наш новый год наша ёлочка шампусик там ёлочки это вот эти вот все огоньки дед мороз красный нос борода из ваты дежавюхи нам привез а то иди с лопатой ну то есть вот такое что-то вот сейчас он просто вот надевайте льняшку и беги на горку с голой жопой поймал ох вот так вот и орать просто так ну на кураже господи как весь новый год проходит на кураже вот такое что-то вот есть ну и кожа кожа после него конечно мне нравится она такая упругая бархатистая прикольная к сожалению за все это время порядка на где-то 7 или 8 человек отписали что у трех у них точно аллергия выскочила и и остальные покраснение покраснение после бритья ну очень жаль конечно что такое случается но компоненты все написано на бутылке ребята если у вас хоть малейшее подозрение есть что у вас на это может быть такое тоже конечно не брать совершенно он же полностью натуральный там если есть органики но такой хороший но все же химии но только ароматизатор из англии с этого из америки и все ну как ароматизатор ароматическая составляющая как они это называют но как подобного врода вещам то есть парфюмам к ароматике Квейпу вот к ароматизаторам вообще вот ко всей этой химической промышленности относятся в америке вы сами думаю знаете там столько законов столько подзаконов столько наложений столько стоп ко всякой херни там понадумали что там ну там шалить просто не будут нет вот ну чего мыло с первого раза его не разгадал ребята не простое но соотношение в смысле в подборе баланса вода вода там сухо-мокро сухо-мокро вроде так мокренько хоп высохла уже подскольжение тоже с трудом там находится потому что но она реально быстро высыхает слишком думаю меньше бы проблем испытывал я но с клинком видите что получилось то есть порой приходилось еще по мазочкам то проходить я думаю что вот если найти баланс тот баланс который для этого мыла оптимален то она бы еще лучше себя раскрыла по скольжению по скольжению тут я не могу точно сказать потому что это вот сейчас про бритву будем говорить мне показалось что нормально но то что люди пишут у себя на сайте что они постарались подобрать в этом мыле максимально не только в этом вообще своих мылах максимально такую композицию чтобы вот после бритья вам даже даже автошива не надо было похоже похоже надо проверять конечно еще но все-таки похоже потому что как только вот компресс на то прошел трогал шупал там было интересно там было хорошо скольжение пока не могу сказать по скольжение ну только что объяснил ночью еще запах запах 5 однозначно 5 не разгадал я этому с первого раза я думаю что еще нужно экспериментировать может быть не раз и не два но мне почему-то кажется что это годный продукт вот печенка чую она у меня редко обманывает особенно по понедельникам то есть вот знаете а сегодня понедельник звездишь да не вроде нормально запах шикарный я не могу поверить что люди которые умудряются подбирать для своей бритвенной продукции такие запахи не могли бы с мылом что-то там я думаю что это я что-то там а не мыло но в любом случае надо еще разбираться помазок ну да хомячил да хомячил но тем не менее со своей работой справился 50 оборотов хватило чтобы полностью побриться еще осталось это не тот гардемарин который радовал меня своей работы первые полтора два года это уже маленечко подувявший чуть-чуть но старый конь бороды не портит и он до сих пор еще работает чуть-чуть если кто-то любит много чуть-чуть вам придется там что-то добирать но не более того в любом случае это хороший годный инструмент за свои 12 фунтов стерлингов а где-то еще и дешевле поэтому если у вас есть какой-то интерес к метисам я бы вам посоветовал лучше взять такого нежели что-то с лошадкой потому что с лошадкой очень даже может быть что вы напоритесь вот на такой вариант там хоть пегая хоть гнидая но они говорят что это там пегая по упружитам гнидая там по это помягче ну блин я и ту и ту пробовал ребят как по мне сопля соплей и эпсилон хоть они и знатоки во всем этом по лошадиным делам там то есть все ну вот скажем так я ни одного помазка не видел не слышал из конины чтобы у него там было все с упругостью все время на пол шестого как так вот чуть намочил он все уже такой наш повело брата колю ну я не спорю если ли есть люди которым это нравится вот такие такой мягкостью ну да чё нет то пожалуйста вот вам там уже сделали ну а другой стороны наверняка есть такие люди потому что но в плисаджа не загнулся еще не обанкротился до сих пор еще работает значит кто-то это любит но вот если вы хотите чтоб у вас на пол шестого это вот конь здесь нет это хороший митис хороший ну и бритовка как я ее любил так любить буду это что в жизни происходит порой случается так люди приходят и уходят но раньше она брела лучше даже не несмотря на то что вот у меня сейчас отсутствие практики сколько месяцев было да и даже если какую-то часть всего из того что сегодня произошло вписать на мои кривые руки все равно это не та бритва которая была до того как я ее отправил дмитрию платахину димыч мне кажется что все-таки вот за . на плитирах ну блин ну не то не то это не в том смысле что участок андрея левченко недавно совсем бритовку на вячеслава у себя на канале показывал там тоже ты ее точила нас спритиров была переточена на андрея нет не в этом то тут прям по ходу пьесы это чувствовал если на первом проходе там еще знаю что мы еще на кураже еще там весь такой вот с розовыми этими облачками шариками но как-то проскочил на втором это уже стало больше замечаться что она так тык 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 ну и подтыркивать приходилось на третьем когда я вот здесь вот пошел грустно стало совсем от слова офигеть потому что тут реально приходилось уже подтыркивать и тут уже на кривые руки не спишешь да некоторую часть можно и тут списать да да но ты же чувствуешь когда бритва идет а когда она вязнет волосы ну то есть тут как я и так по и нытьем и катанием и под углом но как только а вот все равно подтыркивать я думаю что мне эту красотку все же нужно будет переточить переточить чтобы вернуть их былое величие сейчас она побрила не как самый лучший инструмент она она лучше брила лучше брила димыч вот так ну как есть как есть ну по крайней мере для меня по крайней мере для меня а так годный зачетный великолепный инструмент и среди раритетных бритв очень много интересных вещей пару найти можно если взяться вот так серьезно эту тему и поковыряться вот сам для себя если бы я сейчас искал что-то среди раритетных не бы не стал этого делать ребята кто думает что он выйдет на какой-то там ресурс amazon и бэй и ежесними там на аукционе купит какую-то бритвку потом приедет здесь кому-то тысячу рублей заплатит и ему остановит и будет ему счастье забудьте у вас даже не 50 на 50 у вас наверное будет ну 80 на 20 что вы свои деньги просто выкинете причина проста там дураков нет на всех этих ресурсах и яйца и бэй и амазон и все прочее прочее где вот эти вот клинки продают бэушные ну в смысле как бэушные раритетные некоторые сохранения даже там люди которые уже бизоны они вот то что ты только услышал он тоже скушал переварил выкакал я извиняюсь они тебе негодную бритву сфотографируют так что она будет самая великолепная просто без изъяна вот так сделают фотографию и только лишь получив ее в руки ты поймешь а вот сфотографировали под таким углом и с таким цветом а вот тут то вон чё а он тебе а я тебе фотографию давал ты куда смотрел вот и все это первый попандос второй откуда ты знаешь куда чего там как смотреть но ты увидел машину да покупаешь там новый бэуш или еще что то но ты в них не шаришь максимум на что ты можешь рассчитывать это подойти с умным видом попинать по колесу протереть стекло открыть под капотом глазом повести там ага сказать и отойти все а тот кто машинах разбирается ну ему пяти минут будет достаточно тем более если на яму есть возможность загнать чтобы точно тебе сказать проходить мимо или стоит посмотреть еще ты прошел все это и более-менее что-то нормальное нашел получил ну а дальше то что будешь бегать искать человек который тебе за 1000 рублей восстановит нет 1000 рублей точат восстанавливать если ее нужно восстанавливать дороже резюме лучше сразу найдите такого человека который вам поможет все это сделать а еще лучше посмотрите у него на полке это и новосибирск это и украина это и москва ну и крым в конце концов ну смысле крым чё там у нас сочи сочи да сочи есть таких вариантов полным полно ребята зайдите зайдите да посмотрите ну вот пока я зубы заговаривал большинство уже прошло побрился подтверждая классно но она может лучше все ребята душеньку отвел оторвался теперь пойдет рутина обыденная работа что вы об этом думаете что вы скажете делать это на камеру или отдельно на это скорее всего прочту под прошлым видео но если вы здесь скажете тоже нормально тоже не возбраняется разрешите с вами попрощаться добра и счастья и радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья ну и дорогу василет идущий хочешь что-то делать не бойся просто делай даже если ссыка но даже если страшно страшно но это нормальный состояние человека самое мощное самое такое стимулирующее вот бойся но сука делай и тогда у тебя все получится ну все пока пока